Собственно говоря, такая модель, ну скажем, взаимодействия, которую вы описали, нельзя аналитически выщипывать эту сумму? Ну, статистическая сумма, как правило, не высчитывается, уже при учете более дальних земля. Ну, вот вы, допустим, написали следующий раз, следующий раз, радиус, да? Второй там, да, радиус? То есть как это не делать? Расписать все это, как это делать? Вы не пробовали это делать? Ну, это сделать, во всяком случае, очень сложно. В конце концов, сейчас при численных методах исследования уже они как бы позволяют упростить, и эти методы, их тоже нужно как-то усовершенствовать, потому что мы дальше уже планируем рассмотреть с учетом действия внешнего поля. А с учетом действия внешнего поля, даже для классической модели, когда только между ближайшими соседями учитывается взаимодействие, уже решение получить не удалось. Поля в эту сторону двигаться, сейчас, в принципе, там есть разные методы, наверняка, я, конечно, не знаю состояние дела в модели Идинка с разным типом взаимодействия, но много работ выходит, эта модель, она уже там полусотни лет исследуется. Сурферия не считается. Сурферия не считается. Сурферия не считается. Я про Дугмерия говорю. Там тоже не считается. Тоже не считается, да? Да. В общем, в случае там тоже проблема. Все, ясно. Спасибо. И второй вопрос у меня. Вот, вы говорите, вы разбивали на область, да, Дугмерия. А как вы взаимодействие в этих областях учитывали? Там же один область считает, там сшивали. Ну, это уже больше к программированию вопрос относится. То есть, здесь я представляла решетку глобальную, глобальную для каждого процессора. И каждый процессор имел к ней доступ, он мог получить значение спина с конкретными координатами. И таким образом, ну, провести какие-то вычисления. Не-не-не, я имею в виду, вот у вас, допустим, есть взаимодействие, когда описывает один блок и второй блок, да? Если у вас радиус попадает вот на границу, которая разделяет эти области, вот как там все это у вас происходит? У вас же один процессор знает, что другой делает? Да, то есть, они могут обмениваться данными. В общем, тут суть параллельного программирования в том и заключается, что не только каждый процессор имеет доступ к своей области, но он может получить также результаты, ну, области видимости других процессоров. Ага. То есть программу вы не писали? Это делали предоставительные? Нет, я сама писала эту программу. Спасибо. Еще вопрос. Процессор, здесь вот суперконкретно. Сколько у вас ядер использовало? Для двумерной модели было шестнадцать процессов, а для трехмерной – двести шестнадцать. Мерное распределение, стандартная функция. Будьте добры, пятый рисунок покажите, пожалуйста. Дальше, дальше, дальше. Вот, вот, да, вот. Здесь у нас точки поставлены без всякого намека на то, что есть какие-то там фруктуации, есть какие-то там погрешности, и когда вы сравниваете вот эти точки с другими, еще, пожалуйста, рисунок через два рисунка, и дальше, дальше. Вот здесь. Вот здесь. То не очень понятно, какова роль здесь собственно статистических погрешностей. Потому что вы нарисовали почти регулярные точки, лежащие на кривой, но на самом деле они же как-то должны за счет вот этих фруктуаций отличаться. Вы, наверное, их как-то подретушировали, подправили, чтобы покрасивее было, а это нехорошо. Они должны, наоборот, быть реальными такими, скачущими, а вы наводите уже на них анализ статистический. Мы проводили по много раз исследования, много экспериментов проводили, и здесь уже показаны усредненные значения. Думаете, ошибка? Есть какой-то доверительный интервал? Ну, я просто здесь не указал, но доверительный. Это примерно с точкой, размером с точкой или так, или это выше? Может, там у вас 100 кельвинов доверительный интервал? Нет. Яна вас зовут, да? Да. Яна, вы должны понимать, что указание погрешности вовсе не, так сказать, ухудшает вашу работу, как на первый взгляд, может, пока, о, ошибка у меня. Нет, наоборот, улучшает вашу достоверность результатов, добросовестный подход. Ну, то есть, те погрешности, которые у вас переносятся оттуда, с метода Монте-Карло, сюда, на результат уже этот, они их лучше все-таки показывают. Это доверие повышает к вашим результатам. Да. Правильно ли я понимаю, что для R равного 5, это максимальная R, для которого вы проводили вычисления? Да. А выше это мощности не позволяет, или почему не были для более высоких R? Ну, выше, во-первых, да, во-первых, мощности, во-вторых... А, как мощность? Ваша форма-то не меняется, собственно. Нужно больше учить. У вас там просто... А, больше членов? Больше считать, да, там, наверное. Потому что вопрос, я смогу сказать, с чем он связан, он связан вот с тем, с чем Александр Петрович спрашивал про график, вот про... Вот вы говорите, выходит на насыщение, но вот из этих точек нельзя сделать вывод, что при больших R, действительно, очень интересный вопрос, действительно, насыщение там или очень медленный, но рост до бесконечности по закону логарифма или квадратного корня. Вот из этих точек, конечно же, нельзя сказать, выйдет это на насыщение или нет. То есть, казалось бы, как минимум, нужен расчет, действительно, для больших R, не для 5, а там, не знаю, там, 20, чтобы действительно посмотреть, там, насыщение или медленный рост. Все равно сказать нельзя будет, даже если... Ну, нет, ну, все равно, достоверность все равно будет больше. Да, аналитика только может сказать. Не, ну, это понятно, но все равно по пяти точкам вообще ничего сказать нельзя. Ну, я вижу, что график расходится даже чуть-чуть. Вот она приводила там, понятно, она идет, а потом чуть-чуть расходится. Да. А если было хотя бы, там, 15 точек, то это можно было уже, да. То есть, понятно, что строго доказать, понятно, что аналитика может, но все равно, чтобы можно было сколько-нибудь достоверно говорить, что вот именно насыщение, это, конечно, все-таки нужно больше точек. Если компьютер считает часы, а не дни, может, все-таки, имеет смысл рассчитать для больших R, там, 20, ну, пусть там, пару дней... Можно даже N уменьшить немножко, да, чтобы... Там же на T больше зависит. А этот вопрос к следующей конференции. Нет, ну вот мы, поэтому мы обсуждаем, что... Вопрос в комментариях можно? Как раз последний вопрос. Я так скажу, вот, немножко, может быть, замечание, оно в сторону уводит, но в качестве справки исторической, вот, для теории клещных автоматов модель лизинга была в свое время очень хорошим средством, как бы, популяризации, становления теории. Это я слышал тоже так, с интересом, как бы. Вот. И ваш вопрос про при больших R, да? Ну, наверное, это, может быть, имеет смысл для какого-то конечного спинного поля, скажем, до каких-то пределов. Вот. А после, я думаю, что здесь, конечно, ну, из общих физических соображений все должно быть именно к насыщению и стремиться. Ну, скорее всего, просто потому, что в силах взаимодействия резко убывается состояние. Тем не менее, доказать это надо, либо аналитически, либо все-таки, ну, больше точек... Ну, это бы лишало красоты модели, в общем-то. Вот. У меня еще вопрос. Вот там график был, кривые вот эти вот, от R, да? Вот. Поточнее, вот мне формулируют, вот это вот, например, график. Вот, например, зеленое, да? R равно 2. R равно 2 или R меньше R равно 2? Да. То есть вы считаете окрестностью целиком, они в мире. А, да. То есть у вас круг, а не кольцо, а круг, да? Да. В смысле? Скажите, пожалуйста, про граничные условия ваше. Периодически. Периодически граничные условия. Ну, просто не сказать. Тут учитываются взаимодействия между соседями, да? Ну, не просто соседями, а еще волосы. Ну, да. А вопрос такой. Вот обычная модель лизинга, она в точке фазового перехода, она масштабным вариантом и даже более толковой формой вариантом. Как вы тут с этим делаете? Так, еще раз вопрос. Можно? Есть ли здесь масштабный вариант или ее аналог? Ага. Так. Ну, пока об этом не задумываюсь, но пока действует. А почему вы квадратную геометрию выбрали? Вроде вот, если вы конечные радиусы учитываете, то, может быть, было проще какую-нибудь шестиугольную решетку или фиксидиональную? Ну, квадратную геометрию. Ну, она более исследована, чтобы там... Не, они все исследованы. А почему именно квадратную? То есть проще она? Треугольная, например, мне кажется, еще проще. А не пробовали, это прям к тематике наших референций, аналогичную задачу решить на ультраметрической решетке? Ну, типа, говорится дерево Кейн. Ну, это, конечно, классическая модель Дайсона. Ну, вот я не помню, там были эксперименты, численные по модели Дайсона? Ну, она же вроде как аналитический референций. Она аналитически, конечно, решается, да? Да, но там один пазовый переход, да, есть. Но там можно выбрать... И там исследовано от видов взаимодействия тоже, да? Ну, вот это не факт, наверное, там только один. Вот там же, у них же... Там два, во-первых, да? В среднем у них P равняется 2 идет. Это тоже не факт. Ну, посмотреть надо. Потому что вот, как бы, конференция у нас отчасти ультриметрическая. Если продолжить эти... Посмотрите состояние дела вот в этой модели Дайсона, все что с ней связано. Вот это направление развития. Там, по-моему, по любому, и умереть на свете. Перестояние брать, там, отказательное, алифмическое, постепенное. Ну, я не знаю там сейчас это все, в каком состоянии. Вот, в принципе, это можно тоже посмотреть сразу. Еще вопросы. Так, ну, тогда давайте поблагодарим. Продолжение следует... Продолжение следует...